ну что друзья игры гора старогора более не существует я уничтожил ну что можно закрывать свой канал и говорить всем до свидания но нет друзья все немножко иначе но я вам расскажу об этом чуть чуть попозже ну а сейчас я бы вам хотел рассказать о новом ресурсе на котором будут теперь реализовываться мои приборы я живу в непростом месте теперь можно на ханова продолжить съемку довольно тяжело знаете друзья найти довольно такое тихое место где пунчок не стучало не мычало не летала не кричала приходится мириться вот с подобными помехами по крайней мере звуковыми для начала приветствую всех на канале острогур ну а теперь я сделаю небольшое но важное объявление которое многие зрители ждали но касается по поводу приобретения пуль дело то что сейчас я производил замену платформы прошлая платформа где можно было приобрести мои приборы и наборы она находилась в контакте что очень многих не устраивало и сама эта система в контакте она такая немножко инертная и мне писали люди что приходилось долго ждать оформление заявок в общем учитывая все эти пожелания я перевожу свои приборы на продажу своих приборов на другую платформу которая будет намного удобнее оперативнее но я сейчас вам не расскажу но друзья новая платформа на которой можно будет приобрести очень интересные и полезные изделия в том числе и мои приборы платформа называется это магазин сакральных артефактов он удобен тем что здесь для покупки не надо какую-либо производить регистрацию как например платформе вконтакте и этот момент очень многих не устраивал здесь же пожалуйста без всякой регистрации можно зайти выбрать то что необходимо и приобрести регистрация единственно нужна если вы хотите создать свой профиль кабинет для того чтобы иметь возможность написать отзыв допустим вот возьмем вот эту картинку кстати видите картинки кликабельные по ним тапаем и открывается отдельная страничка вот пожалуйста здесь у нас можно рассмотреть эти приборы вещи довольно таки подробно с разных ракурсов тут внизу присутствует описание и также отзывы вот для отзывов требуется регистрация для простой покупки регистрация не нужно поэтому в этом плане ресурс очень очень удобный также тут присутствует верхней строчке ссылка на статьи вот мы открываем пока тут статьи не так много ну первый ряд это про пилюли против демиурга снизу нижней части статья про органит что это такое дело том что на этом ресурсе много изделий из органита что это такое вы прочитаете статьи это очень интересный материал пожалуйста тут тоже изделия из органита и вот кстати шишечки вот такие шишечки тапаем по разным фотографиям и можно разглядеть вот тут же также линеечка чтобы знать примерно какого размера шишка самое интересное что внешняя оболочка она сделана из материала органит а внутри в ней капсула вот пожалуйста тут вот описание капсула в которой находится шумгит солитый кварц по тому что эта шишка имеет такое устройство то ее можно также этот гармонизатор программировать по принципу который я описываю в ролике пулю номер три за пять минут то есть тут находятся минералы и весь этот комплекс этого прибора можно идеально настроить под себя так сказать войти в полно созвучие с этим прибором и прибор будет работать только ровно именно на таком уровне который вам необходим ни лишнего не что-либо меньшего и это кстати очень очень уникальной технологии и весьма полезная также здесь верхней строке есть доставка и оплата ссылочка вот открываем хочу заметить что способы доставки со временем будет увеличиваться это число станет больше и я надеюсь что в скором времени для вас будут предоставлены все возможные и удобные для вас способы доставки пока на данном этапе это пока почта россии и сдэк но в дальнейшем эти способы будут расширяться и тут же конечно ну вкратце описано что как по этой доставке когда вот например заказа обрабатывается с 10 до 17 часов понедельник пятница то есть два раза в неделю далее открываем каталог тут же есть и изделие шунгита пока это только браслет шунгита и камень шунгита но в дальнейшем идея этого магазина в том чтобы вы дорогие друзья могли приобретать все самое необходимое в том числе и минералы для того чтобы это не бегать по всему интернету не искать в разных местах то есть чтобы для вас было все удобно пожалуйста зашли на один сайт и все что вам нужно приобрели по поводу моих приборов вот пожалуйста сейчас мы откроем картинку с набором делай сам тапы и по ней открывается отдельная страница тут вот ряд фотографий и можно разглядеть из чего он состоит вот тут же описание и вот что немаловажно под картинками моего набора сделай сам тоже присутствует прямая ссылка на youtube где расположен мой ролик которым я описываю как из этого сам набора собрать пулю конструкции номер два но и это еще не все ниже под этим роликом есть вторая ссылка на второй ролик где можно создать вот эту пилюлю совершенно из подручных средств такие как шприц и и все остальное тут в принципе все рассказал то есть пожалуйста друзья вам тут всевозможные варианты хотите полностью сделать сами и не прибегать каким-то моим готовым решением пожалуйста вот в этом ролике я описываю как из подручных средств и своих там инструментов собрать подобный прибор а вот в этой инструкции эта инструкция рассказывать как уже из готового набора сделай сам собрать пулю по конструкции которая называется пуля номер два также открываем картинку где готова мой прибор тут же также можно посмотреть его с разных сторон разные форматы тут внизу под ним в описании пожалуйста ролик что это такое поэтому люди которые первые столкнулись пожалуйста на этой же странице могут не тратя свое время не тут же посмотреть что это за прибор надеюсь друзья этот ресурс будет для вас удобным полезным и вы и тем самым вы играете много времени сохраните свои нервы в поисках которые уходят на поиски там разнообразных компонентов здесь в принципе уже на данный момент довольно таки хороший ассортимент ну вот ну и который будет расширяться также вот хочу вас познакомить вот по картинке тапаем изделия из органица пока они вот в двух позициях это тоже будет ассортимент расширяться очень интересный вот этот материал поэтому рекомендую вам почитать довольно таки короткую статью которая находится в верхней ссылке которая раскрывает суть органита в общем такой полезный материал ну вот друзья надеюсь я вроде бы ничего не забыл рассказал вам про этот ресурс заходите смотрите приобретайте что вам понравится и я очень надеюсь что этот ресурс для вас будет удобным не будет нервировать многие люди смогут с ним легко и просто взаимодействовать ну вот друзья я вам рассказал о новой платформе в начале работы сайт он новый только открылся возможно сейчас в начале может быть какие-то небольшие сбои но все это со временем отшлифуются и я надеюсь работа этого ресурса будет безупречной и люди которые ранее меня критиковали за платформу вконтакте перестанут более меня критиковать по этому поводу так что друзья но стараясь тоже идти вам на встречу по мере возможности ну а теперь давайте поговорим что же случилось с моим эгрегором как вы знаете недавно вышел мой новый фильм с участием александра николаевича золотокрылина где мы подробно и серьезно рассмотрели тему эгрегоров на примере моего случая моего эгрегора и обсудили ряд проблем связанных вот такой сущностью как эгрегор к сожалению они возникают против нашей воли и этот процесс как бы тяжело контролировать и учитывая те факты которые открылись с новыми знаниями ну я как бы решил убрать из пространства грубо говоря уничтожить разрушить тот эгрегор который ну вот не давал возьму или возможно нарушал нормальную работу приборов то есть исключить этот фактор полностью и обезопасить как и себя так и вас дорогие друзья когда я приступил к решающему процессу разборки уничтожения своего эгрегора с помощью магического тела и космического огня в процессе я невольно заметил некоторую вещь то есть я обратил внимание на то что эгрегор создается не просто как некий пузырь а это получается некая такая среда и как нек показалось все таки она не природного искусственного происхождения из чего я сделал вывод что возможно в этом мнении мы расходимся с электрон с александром николаевичем золотокрылиным но я пришел к выводу что скорее всего это все таки искусственное образование почему искусственное потому что та среда которую которая захватывала вот эти наши энергии да то есть как бы адресно создавалась для каждой энергии свою ячейку она по ощущениям было неприродного характера отсюда я думаю что это все таки устройство системы эгрегоры это устройство системы по крайней мере те тот вернее с которым столкнулся я очевидно то цивилизация по которой существует параллельно с нами человеческая не человеческая очевидно все таки создает управляемую среду в которой мониторит все возможные энергетические выходы и только человек становится заметен и к нему присоединяется его динамышленники там поклонники там ну или еще кто то да то ту же система на это четко реагирует и быстренько готовит некую среду куда начинает стягивать и брать под свой контроль всю эту сообщенность а ну в этом в принципе есть некий смысл поскольку для системы очень важно контролировать все что находится там в той оккупационной территории которую она захватила вот и вы знаете на что еще было похоже вот эта среда в которой находились вот эти энергии чем-то напоминала есть такой фрукт граната называется когда ты разламываешь вот там вот такими крупинками расположены вот эти зерна а вот нечто такое похоже было и с энергиями начал это все соответственно разваливать начали эти лучики потихоньку выходить из этих ячеек уходить к людям несмотря ни на то что вроде бы я был тоже отключен от этого брегора тоже обнаружил опять таки еще часть своих энергий и с превеликим удовольствием я их возвратил самое интересное когда это все произошло ну честно говоря такая возникла мысль ну все если все это без эгрегоров не работает значит получается ну что можно закрывать канал да и все никому не будет интересен но я по своей натуре рискнул пойти на подобную жертву потому что ну я все таки сторонник справедливого мира справедливого отношения с тем кого я уважаю ну и со врагами тоже как бы надо тоже относиться справедливо как бы это может быть и не хотелось ну вот в целом это мой порыв был то есть если он будет работать то будет именно работать только в творческом потоке и самое интересное когда вот это все стало разваливаться и расходиться меня можно сказать оглаушило мощным потоком я его не ожидал прочувствовать как потом я беседовал с Александром Николаевичем он сказал ну дорогой вот это и есть творческий поток который работает не по эгрегорной схеме а по схеме резонанса и самое удивительное когда этот поток пошел я мысленно увидел ну в пространстве возник образ моего канала который также был вот в этой субстанции эгрегорной субстанции и когда пошел этот поток как водой как мощным дождем это стало все смывать потрясающее зрелище но больше всего меня поразило то что когда вот энергии зрителей почитатель ну стали возвращаться я увидел что вот так вот как в пространстве тысячи тысячи лучиков начали сиять именно возникли лучики отдельные самостоятельные красивые которые переливали всеми цветами радуги это друзья было феерическое зрелище я давно не испытывал такой душевной радости от созерцания такой прекрасной красоты после этого я успокоился я понял что все получилось сделал я правильно и новый новый уровень моего канала который вышел на уровень резонанса это самое лучшее что можно сделать и при этом душа моя вдруг резко успокоилась вот стало ровно стало хорошо то есть я почувствовал что в нашем взаимодействии нет посредников и нет неких управляющих механизмов в виде эгрегоров я стал свободен от вас вы стали свободно от меня но при этом мы находимся в резонансе это круто поэтому могу всех заверить если кто видящий можете сами посмотреть но теперь этой заразы нету можно дышать спокойно приборы работаю теперь именно на своем самостоятельном уровне и в этом плане опасность можно сказать исчезла кстати насчет эгрегоров я сейчас приведу отрывок мы столкнулись с александром из цикла вечной байки с александром который вначале назывались вечерние байки он тогда рассказал про действие эгрегора как это то его напрягало он из-за этого закрыл тикток хотя у него был на тиктоке канал довольно таки спешно начинающий набирать силу людям очень нравилось у него были интересные высказывания мысли и он столкнулся с этой проблемой тогда мы еще не понимали что это действие эгрегора хотя мы знали что такое эгрегор ну очевидно не придавали значение этому явлению что это может так действовать на нас посмотрите я сейчас предоставлю небольшой отрывок опять же отойти полежать в сторонке я почему такое принял решение потому что я ну там последних пять лет я загнался до такой степени я занимался прекрасным делом ну по сути делом но оно мне не приносило оно приносило деньги но оно не приносило удовольствия ну не то что неудовольствие и неудовлетворение это неправильное слово я был неспокоен вот у меня не было спокойствия я с утра до вечера уходил там солнце еще не встало приходил солнце уже село вот мне я жил на истощении вот а потом еще мне начали вот это я там на тиктоке начал там людям что-то рассказывать вот и в какой-то момент времени я понял я понял что как только я беру понимаете что я понял вот как только я в руки беру телефон я подключаюсь к чему-то я убираю телефон я отключаюсь от чего-то как только я с ним начинаю физически взаимодействовать а еще и свою рожу там показывают всем и всяком и рассуждаю со своим лицом там как бы везде я начал чувствовать что я теряю сил я поэтому взял все поудалял у меня сейчас нету ни одной тут соц ни одной соцсети у меня там только для дела ну кстати я тогда удивился когда ты перестал все снимать у тебя получились очень классные интересные ролики когда я говорю благодарю я смыслом это слово наполняю я правда в этот миг тебе дарю все то чем я в душе располагаю дарю свою любовь свое тепло дарю а не от сердца отрываю нам с вами очень сильно повезло что словом этим мы располагаем слова родные вспомнить их пора в них стержень и опора нашим душам родная речь прекрасная всегда и ты ее внимательно послушай и вот в последнее время вот со мной то же самое было такое когда я вот открываю беру телефон там или планшет и начинаю работать со своим каналом отвечать на сообщения там что-то комментировать я переживал такие же ощущения как и переживал Александр мне было неприятно этим заниматься но после того как очищение произошло вы знаете все эти симптомы все исчезли я с суровной душой захожу смотрю у меня нет никакого негативного ощущения от взаимодействия с каналом с интернетом именно собственно со своим каналом вот но тем не менее хочу еще такую вещь как бы объявить рассказать несмотря на то что с эгрегором как бы говоря покончено без всяких прикрас тем не менее я на своих приборах которые уже находятся в магазине стал проводить специальную антиэгрегорную обработку на всякий случай от как говорится защита от дурака чтобы не дай бог никому в голову не пришла какая-нибудь безумная идея поэтому там второй уровень защиты первый это то что эгрегора нет второй уровень это защита непосредственно от воздействия каких-либо эгрегоров или привязки к ним вот и третье это уже будет зависит от вас третий уровень защиты это применение технологии которые я показал в ролике пуля номер три за пять минут вот она сейчас кадр покажется этого ролика как он выглядит и сплывет подсказочка очень хорошая технология если вы на своих приборах еще и сделаете и такую обработку вы видите совершенно на иной уровень то тогда уже я не знаю что может повлиять на работу прибора то есть он становится ну можно сказать вообще неуязвимый и в этом плане конечно эта технология выводит подобные устройства совершенно на иной уровень наконец-то в нашем распоряжении стали технологии при которых мы можем менять физические свойства предметов на вибрационном уровне и эти свойства они не временного характера они делаются раз и навсегда когда-то я занимался очень кстати мало я это делал но по большой просьбе своих друзей знакомых близких делал амулеты ну на тот период они носили свойства именно магического направления и конечно же они все имеют некий срок действия но опять таки смотря для чего они создавались один из них до сих пор работает это уже прошло очень много лет вот но тем не менее на изготовление одного такого амулета ну в техническом плане придумать сделать создать собрать камни это одно а на придание ему магических свойств уходило примерно сутки и после этого еще неделю я восстанавливал свой энергетический баланс то есть это была очень тяжелая работа крайне тяжелая и очень энергозатратная в новой технологии вот с этими приборами все кардинально поменялось все совершенно вышло на иный уровень и наконец-то предоставилась возможность друзья каждому человеку настроить под себя на самом высшем прекрасном и правильном уровне этот прибор придать ему новые свойства поэтому очень важен третий уровень защиты о котором я говорил и который описал в ролике пуля номер 3 за 5 минут очень важно обратите на это внимание кто у кого есть такие подобные приборы ну коли я рассказал вам про то как я когда-то изготавливал магические амулеты магического характера и рассказал насколько это было непростое дело я еще хочу раз еще раз вновь хочу заострить друзья ваше внимание на этой составляющей во-первых всегда повторял многократно повторяю и буду повторять пока даже пускай надоедает это всем но тем не менее как я вижу многие наступают на эти грабли несмотря на то что об этом говорю часто друзья очень важно духовное равновесие во время изготовления приборов с нуля там со шприца или с наборов сборка прибора очень важно потому что уже много собралось такой статистики когда люди в момент сбора смотрели что-то негативное с кем-то общались кому-то косточки перемывали или что-то либо еще такая была помеха или такой настрой в котором они его создавали все после этого работа этот прибор приносил столько проблем а потом писали что такое благо как это выяснилось первое у меня было недоразумение благо были в этот момент люди свидетели которые видели как себя вел что-то человек вот и поэтому крайне вас прошу только в нормальном сбалансированном пускай у вас не будет состояние любви и счастья ну просто ваше состояние должно быть ровное ровное и только в таком случае делайте эту работу если вы чувствуете что вам тяжело это контролировать значит бросьте и делайте именно тогда когда у вас возникнет опять вот это ровное состояние тогда прибор будет работать как полагается четко на ваше благо и самое интересное что и такая неприятный момент если прибор сделается подобным образом в негативе то потом навряд ли удастся его изменить способом который описываю пуля номер 3 за 5 минут почему то знаете с чем я могу сравнить это как рождение ребенка вы сами прекрасно знаете что каждый ребенок каждый человек рождается уже с рожденной натурой ее уже не переделаешь на эту натуру человека можно воспитать да исправить какие-то может быть негативные характеры этой натуры но переделать натуру невозможно то же самое происходит и с прибором в момент его рождения когда каждый виточек делается и представляете каждый виточек каждый камушек каждая магистрали укладывается в негативном состоянии то это настолько въедается что даже технология пули номер 3 за 5 минут она не сможет полностью избавить этот прибор от той врожденной натуры натуры которую на него наложили создавая этот прибор с нуля по этому поводу также хотел бы предупредить друзья вы уже сами несете ответственность за свои действия дело в том что в сети уже много расплодилось разных кудесников которые делают пули астрогора я сейчас еще фотографии покажу вот и дело в том что нет никакой гарантии что они изготовляли эти приборы в нормальном состоянии в том при котором этот прибор становится хорошим полезным положительным который будет с вами нормально взаимодействовать к сожалению никто на это гарантии не даст поэтому возможно может быть уже кто-то и сталкивался с подобными приборами после покупки которых может возможно начинали возникали проблемы это конечно пускай останется на совести тех ребят которые делают вот но вам друзья надо иметь именно также ответственность за свое решение и при его принятии вы должны осознавать все возможные риски поэтому если не хотите брать например в моем магазине тогда лучше сделайте сами сделайте сами это будет самое лучшее чем приобретать непонятно где и как да я как говорил уже изначально говорил самого начала что мои приборы не дешевые мое время стоит очень дорого вот и за свои приборы я несу полную ответственность потому что я придерживаюсь всей той технологии о которой вам говорю и представьте сделать 10 приборов и на протяжении всего ихнего изготовления держать состояние баланса это очень непросто это очень непросто соответственно энергозатратные такие приборы конечно не могут стоить очень дешево у меня только два человека которых как говорится я благословил от своего имени рассказал о них которые которых я сто процентов уверен что они делают качественную работу это Сахаб и Кулибин оба они находятся на территории Украины я с ними подружился ребята прекрасные ответственные и самое главное со светлыми душами которые желают реально что-то сделать хорошее с настоящим душевным духовным порывом и мое доверие к ним полное и поэтому только два человека о которых я сказал и рассказал и дал контакты кстати эти контакты всегда присутствуют в описании под видео так что друзья кто живет на территории Украины обращайтесь смотрите этим ребятам доверять можно особенно мне поразил Кулибин но не вообще просто золотые руки он даже создал сережки серьги то есть он комплект это маленькие пульки это такая сумасшедшая работа такая микроскопическая ювелирная что не передать словами то есть видно что человек относится с полной душой кстати интересно он мне это рассказывал когда вот мы с ним говорили насчет вот этих не микроскопических пуль я как бы тоже так думал в свое время создать такие но как увидел вообще в процессе эксплуатации такие маленькие пульки они хорошо в комплекте да когда когда их несколько когда одна то все таки ей тяжело работать и обрабатывать весь объем энергии то есть все таки в этом данном случае размер имеет значение ну этот самый такой оптимальный который ну как сказать не будем вешать сюда килограммовую пулю это неудобно будет носить вот это самый такой оптимальный размер который позволяет работать со всеми случаями которые ну в принципе могут происходить в области вашей энергетики вот а маленькие пули серьги они рассчитаны на головной мозг на вот эти области по бокам которые очень сильно тоже страдают от системы вот вот и вот он когда показывал мне пульку только она была еще без внешней оболочки он обратил внимание когда вот он дотрагивался языком до вот этих оплеток там было пощипывание как от батарейки я попробовал тоже взял свою у меня была такая тоже без оплетки старенькая ну когда экспериментировал и тоже приложил язык вы знаете да я конечно скажу что это не прям такое пощипывание как от батарейки но чувствовалось что там есть некая доля электролиза вот этого электрического эффекта то есть несмотря на то что как многие электрики говорили что эта конструкция бешеная там все витки как бы замкнутые ну я уже говорил там эта система работает совершенно на ином порядке на других физических законах вот и тем не менее даже в ней присутствуют все-таки электрические некие токи ну и вот опять возвращаясь вот к тем кудесникам мастерам которые заявляют что делают пулю острогора хотел бы вам показать мне прислали пуля вот такого характера не знаю сейчас будет видно это вот одна картинка это вторая обратите внимание что здесь еще сделаны некие шарики что туда вставлено неизвестно и автор позиционирует это как пулю от астрогора друзья пуля от астрогора такой конструкции не было и не будет и что туда вставлено и теперь как это работает работает а я так думаю что она ни хрена так уже не работает как должна работать нормальная пуля острогора вот вот такие нововведения потом называют продают как бы от моего имени что это моя конструкция друзья мою конструкцию вы знаете ничего лишнего в ней быть не должно если кто то что то сюда уже сделал то это друзья уже не пуля острогора это уже не известно что поэтому в этом плане еще раз хотелось бы предупредить потому что ну начали появляться уже отзывы тревожные звонки как говорится сообщения где люди как бы выносили свои жалобы я бы еще хотел бы добавить то что было бы очень конечно несправедливо если бы я не упомянул об еще одном человеке который изготавливает пули острогора это Саша из Магдебурга этот город территориально расположен в Германии вот и он так же делает хорошие качественные приборы мы постоянно с ним переписываемся взаимодействуем он проводит разные эксперименты вносит какие то конструктивные особенности в эти приборы но все это он делает взаимодействие со мной мы это вместе обсуждаем пробуем экспериментируем вот и у него тоже с этими приборами но есть такие очень интересные результаты поэтому так же я мог бы его рекомендовать это те кто находится проживает за территорией России вот обращайтесь к нему я так же сделаю ссылочку в описании под видео на его ресурс а там вы уже с ним свяжитесь вот то есть итого 3 человека которым я как доверяю и убедился в качестве их работы вот ну еще я этот забыл момент сказать сейчас тоже проговорю ну извините уже за такую ставку снимаю уже у себя дома во дворе когда я говорю о балансе энергетическом балансе при изготовлении прибора то так же хочу заострить внимание что такой же баланс необходим в процессе в процессе в процессе в процессе настройки пули по методу пуля номер 3 за 5 минут это хотя и не физический контакт это ментальный энергетический но и в момент создания таким вот образом пули номер 3 то есть изменяя энергетическую структуру этого прибора также крайне важно сбалансированное состояние даже по моему еще наиболее важнее чем при физическом изготовлении вот тут друзья обязательно надо этот момент строго учитывать и отдавать ему должное внимание и значение потому что тоже если вы будете делать настройку прибора под себя в негативном состоянии на негативных эмоциях или думать будете о чем-то еще втором или третьем то тоже из этого эксперимента ничего хорошего не получится даже более хочу сказать что это будет потом весьма опасные последствия поэтому друзья тут тоже очень важно держать психоэмоциональный баланс хотя бы ровный как всегда говорю необязательно испытывать некую такую светлую эйфорию но нужно быть просто в ровном балансе и когда вы будете создавать пулер номер три делайте это спокойно уравновешенно сосредоточенно и ни о чем другом не думайте кроме как о процессе преобразования пули на этих энергетических уровнях вот такую штуку хотел вам сказать ну вот друзья в прошлом ролике вы узнали о новых открытиях о новых знаниях а в этом я рассказал как это все работает и каким образом я это применил именно на себе поэтому друзья вас тоже как бы ну может быть призываю или не призываю но по крайней мере прошу обратить внимание на свой мир прислушаться к своим ощущениям всегда быть открытым для новых знаний и не бояться ошибиться надо что-то пробовать делать ведь не ошибается тот кто ничего абсолютно не делает вот поэтому это не стыдно это и неплохо это лишь говорит о том что друзья мы все с вами вместе идем вперед исследуем новый мир и возможно новые знания в какой-то мере противоречат прошлым знаниям но это неплохо это хорошо это лишний раз показывает что у нас идет прогресс мы не застаиваемся поэтому друзья как всегда хочу вам пожелать творческого канала как говорил его открылим духовного подъема светлого прекрасного пути и конечно же шикарного крепкого здоровья до скорых встреч на канале острогор астрогор оказался маяк гиржановский знаменитый маяк здесь производили съемки фильма вот и декорации от него остались мы и начали эксплуатировать в доходных целях что в принципе неплохо появилось красивое место для отдыха ну и для съемок подъем подъем очень крутой затяжной там даже наверху табличка спускаться опасно ну а я как человек который ведет здоровый образ жизни иду по самому нелегкому пути ну вроде бы отснялся вроде бы успешно дома уже пересмотрю не смотря на козни системы я сделал это кстати тут такая скамеечка я могу не стесняться и присесть передохнуть все таки 50 лет это не 20 красота хуууууу